с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 26 марта так называемый фиолетовый день это день больных эпилепсий однажды девятилетняя девочка кессиди меган страдающая от эпилепсии решила показать другим людям что она ничем не отличается от них всего за 9 лет жизни ребенок ощутил странное отношение к себе со стороны взрослых и ровесников которые не смогли принять ее заболевание адекватно чтобы развеять мифы о болезни 2008 году она придумала фиолетовый день лавандовый теперь международный цвет эпилепсии считается что именно этот цвет благоприятно воздействует на нервную систему уменьшает тревогу фобии страхи в день 26 марта все участники прикалывают фиолетовые ленточки или надевают фиолетовые элементы одежды выражая таким образом свою поддержку людям болеющим эпилепсией а появившихся на свет в этот день 1863 году родился генри ройс инженер один из основателей автомобильной компании rolls-royce фирма уже более века выпускает аристократические автомобили однако создает ее безродный человек который не имеет специального образования кем же был прославленный английский промышленник он начинал с продажи газет был подсобным рабочим на железке но мечта о чем-то большим не оставляла подростка наконец ему улыбнулась по-настоящему удача и он находит место на заводе который выпускает знаменитые пулеметы максим там он и научился всем премудростям которые помогли впоследствии создавать передовые автомобильные двигатели год 1874 роберт фрост приходит в этот мир американский поэт который еще при жизни стал классиком и патриархом американской поэзии автор обыгрывает тему отношений человека с вечной природой которая предстает у фроста непостижимы и порой чуждой человеку и таит себе имманентную угрозу его называли певцом фермерского труда а в 1961 году поэт получает приглашение прочесть свое стихотворение дар навсегда на церемонии инаугурации президента джона кеннеди мы все искали где же наша слабость пока не поняли что отделили себя от той земли где мы живем и отдались ей и нашли спасение год 1938 день рождения алексея петренко кино актера народного артиста россии 113 ролей от петра первого до подколесина одной из самых значительных работ петренко в кино стала роль григория распутина картине алема климова агония год 1974 она картина вышла на экраны лишь в 1985 кроме того актер играет фильмах 20 дней без войны жестокий романс в августе сорок четвертого доктор живаго и многих других в 1946 году рождается владимир пресняков старший композитор певец и музыкант участник вокально-инструментального ансамбля самоцветы а в 1944 родилась дайана роз американская певица актриса которая прославилась не только как исполнительница в стиле рок-н-ролла джаза блюза диска и поп-музыки но и как актриса как продюсер и как сценарист ее не раз признавали не только лучшей артисткой года но и столетия патрик зюскинд немецкий писатель и кино сценарист родился в 1949 несмотря на то что его знаменитый парфюмер был впоследствии переведен на 39 языков и разошелся 12 миллионным тиражом о самом авторе до сих пор почти ничего не известно с поразительным упрямством зюскин продолжает оставаться инкогнито и для читателей и для падких на сенсации сми 1951 год родился алексей булдаков народный артист россии роль генерала в особенностях национальной охоты превратила его без преувеличения в народную звезду о событиях этого дня год 1807 сформирован дворянский волонтерный корпус он образован для краткого военного обучения дворян которые достигли 16-летнего возраста в 1859 корпус переименован в училище а с 1894 именовался константиновским артиллерийским училищем 1828 год уникальный день франц шуберт дает свой единственный публичный концерт шуберт являлся одним из основоположников романтизма в музыке благодаря ему песня впервые становятся равны по значению другим жанрам год 1960 учрежден новый футбольный турнир кубок обладателей кубков европейских стран советские клубы добиваются наибольших успехов именно в этом турнире трижды победив в нем затем его просто называли кубок кубков в 1999 турнир был просто упразднен год 1989 выборы в ссср впервые на альтернативной основе советском союзе проходят выборы народных депутатов а в 2000 году на выборах президента российской федерации победу уже в первом туре одерживает владимир путин ну и последнее 1995 год всеми странах ес вступают в силу так называемые шенгенские соглашения об отмене паспортного контроля на границах еще четверть века назад для того чтобы проехать на машине или поезде например из амстердама в париж у россиянина в загранпаспорте должны были стать не только нидерландская французская визы но и транзитная бельгийская виза и каждую надо было оформить в консульстве до поездки для каждой визы был свой пакет документов а в некоторых случаях надо было еще и на собеседование сходить все изменилось 26 марта 1995 года когда семь стран европы и решили создать так называемую общую визу ежегодно россияне получать более трех миллионов шенгенских виз это больше чем граждане любой другой страны мира так сказать себя хочется показать мной конечно же мир посмотреть с вами был николай пивненко в проекте дата